всем привет решила записать я такое промежуточное видео перед тем как мы перейдем вязать вот этот вот топ топ я вязала однофонтурным жаккардом с протяжками но в прошлом видео которое сейчас у меня последнее под ним ольга оставила комментарий свой очень интересный очень правильный как же мы можем минимизировать вот эти протяжки потому что ну на самом деле они могут и цепляться и не сильно удобно с протяжками носить вот в ответе я предложила что можно добавить к нашему рисунку просто какие-то элементы в виде точек то есть ну добавить какие-то вкрапления рисунка и тем самым мы уменьшим длину протяжки но еще в этом видео хочу показать еще один интересный способ и достаточно легкий и получается очень красиво с изнанки мы будем сейчас это выполнять также хочу сказать чтобы у нас протяжек не было мы можем вязать и фонтурном жаккард это вот я вязала пробовала но честно говоря я не сильно люблю вот фонтурный жаккард но мы все равно что-то свяжем будем рассматривать вот эти все варианты жаккарта фонтурного а что мы сегодня будем делать мы будем делать вот я я связала два таких образца то есть первый образец вот этот вот первый блок рисунка у меня связан как обычно с этим длинными такие но не длинными обычными протяжками или 2 уже с маленькими с коротенькими протяжками и по поводу еще хочу сказать ленивая жаккарта или цветного прессового переплетения это по сути одно и то же и вот что я хочу сказать по моему наблюдению и я уже попробовала наверное скорее всего наш вот этот данный рисунок не подойдет для этой для этого вида техники так как там слишком много есть петель которые идут друг за другом кто уже вязал цветное ну или видел вообще-то в основном и это шахматном порядке такие выстроенные рисуночки где допустим темный цвет на схеме вяжет чулочная вязь но обычная гладь и вот эти вот другого цвета это уже формирует вот этот вот рисунок и они как правило идут через один то есть одна темная одна белая одна темная одна светлая точнее то есть через один чтобы когда накладывались вот эти вот протяжки накиды машинка могла спокойно без труда провязать потом следующий ряд этих накидов когда же вот если вот представим да у нас подряд будут все четыре петли вот как у нас здесь 2 идут потом 4 если 4 петли будут идти и будут все накиды но представляете что она не про машинка не про вяжет наверное эти накиды но не закроет их но у меня и получилось и поэтому в этом видео сегодня я вам покажу как минимизировать вручную протяжки на нашем жаккарте однофонтурном так я уже один блок рисунка провязала вот такие вот протяжки получились и сейчас мы будем делать вот этот второй способ которым мы будем минимизировать сами сами вот эти протяжки так я вот еще хочу обратить внимание что я поставил вот эти сепараторы мне удобнее с ними вязать они разделяют вот эту вот основную фоновую нить от нити самого жаккарта ну вот который рис рисунок вяжет именно и я всегда ставлю датчики магнитные датчики немножко больше чем само полотно которое я вяжу я обратила внимание не знаю может быть только это у меня так но когда я ставлю прямо вот допустим если у меня 32 и поставлю здесь датчик 32 то у меня сбрасывают могут сбрасываться иногда крайние петли а вот при таком режиме у меня все провязывается ничего не сбрасывается ну все у меня у настроена каретка выбор узора на f программа запущена нажата кнопка старт и мы провязываем вот и появились у нас вот новые протяжки и чтобы минимизировать вот эти протяжки мы находим и вот она эта протяжка мы просто надеваем на вот эту вот иглу просто накидываем все допустим у меня получается три здесь две здесь здесь провязан здесь тоже самое здесь у меня вот такая вот большая протяжка большая протяжка и здесь я через две могу набросить на вот эти вот иглы так здесь пропускаю 2 набрасываю можно через три вот и этим способом мы уменьшаем саму протяжку ну я думаю что это самое удобное здесь я попробую через три самый удобный способ потому что я в принципе люблю однофантурный жаккар но вот эти протяжки да действительно их бы лучше бы закрывать конечно это дольше ну оно того стоит так то протяжка провязалась с этим рядом и теперь мы делаем другие другие протяжки уже следующего ряда мы набрасываем на вот эти иглы можно в хаотичном расположение их набрасывать вот как видим протяжку нам не нравится мы ее набрасываем через две через три так вот ряд сделали и провязываем вот с помощью вот этих сепараторов которые я поставила они обычно служат для одиночных мотивов вязания жаккарда ну вот с помощью их мнение нужно подтягивать вверх нити я знаю что они там не перепутаются не запутаются но неудобно с ними я так поняла так продолжаем мы его так делать и каждый ряд мы находим вот эту вот протяжку большую и набрасываем на соседний на вот этот не соседний а на наш ряд который сейчас провязан был то есть как я и говорю тут сильного подсчета никакого не надо вот как видим как не нравится допустим так и набрасываем вот здесь вот я кстати пропустила в прошлое так здесь можно ну кто там рычит ну кто там рычит давайте сделаем вот этот блок этого рисунка и потом посмотрим все все оценим вот 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 по времени по времени по времени ходит больше ну вот 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 будет dezок а и до сотниatto ну вот болеть на есть на только нить основного цвета но все равно этот ряд так звуковой сигнал нужно вставить нам цвет провязать выкупировал смотрите уже как красиво да у нас получается вот этот вот рисунок просто превосходно уже заканчиваем так можно делать но с любым однофантурным же картам даже если там огромнейшая протяжка на 20 петель то тоже ее вот так вот поднять и будет все красиво и ровно так ну все остановим нашу программу переключим рычажок на 0 или на о и просто провяжем несколько рядов чтобы сделать полотно вот ну вот давайте посмотрим что мы сделали да сразу видно что вот если так визуально оценивать то мы сразу видим что вот здесь у нас мы вязали просто с протяжками вот они они тут болтаются и здесь ничего не видно а вот здесь уже да если присмотреться особенно когда у меня включена сейчас лампа то мы видим что где мы набрасывали вот эти вот петли да но вот просматривается ну не так уж слишком и заметно я скажу что при двухфантурном же карте то там тоже есть свои какие-то такие нюансы которые допустим не не сильно нравится поэтому тоже как вариант отлично вот вот так не сильно и бросается в глаза тут конечно все чисто но здесь вот чуть-чуть она вот просматривается если бы было бы наоборот например просто он тут у нас же светлый фон и поэтому оно вот так вот более заметно если бы может быть было бы наоборот то может быть и не сильно было бы просматривать ну и вязала я на плотности на плотности на той же на которой я вязала и саму само изделие мы посмотрим просто как изменилось полотно в плане размера и вот я даже приложу приложу к букву к буква к букве буква к букве растянулась она или не растянулась вот оно должно дойти до этой буковки вот то есть все доходит все в порядке так видно да вот он то есть ну не изменилось никак полотно может быть может быть чуть-чуть она стала стала шире может быть ну несущественно но прям ну вот вообще то есть можно сказать что ничего не изменилось вот такое вот видео у нас получилось и следующее же видео будет у нас мы будем вязать вот этот топ и тут уже будете выбирать сами вязать просто с протяжками вот такими как здесь они у меня или вот таким способом давайте посмотрим да красивый способ получилось да вот вот очень красиво вот без протяжек то есть мы минимизировали вот эти протяжки всем всем спасибо всем пока до скорой встречи